Иисус Христос В самом вопросе есть некоторая богословская ошибка. Сатана в образе человека в нашей повседневной жизни, мол, так же, как Иисус Христос. Иисус Христос не был в образе человека, он был человеком. В этом принципиальная разница. Были даже древние секты, докетисты, тартадокеты, которые считали, что действительно Господь не буквально был человеком, а призрачным. И его страдания, болезни, распятие тоже было призрачным. Но не может же Господь страдать, прям так, по-настоящему. Нет, это как бы недостойно его. Он же Бог, он может что угодно. Зачем ему болезновать? Зачем ему огорчаться? Но нет, Бог был не в образе человека. Нет, театральное это действие было. Не призраком он был, хотя, которым можно было пощупать. Такой себе усовершенствованная 3D-модель человечества во Христе. Он был самым настоящим человеком, с нашей душой, с нашим телом, с нашим духом. И страдал по-настоящему. Имел все те, так называемые, безукоризненные страсти, которыми обладаем мы. То есть не греховные страсти, вроде как греха и серебролюбия, а обыкновенные. Чихнуть мог, что-то там зачесаться могло. Был голоден, жаждал, было жарко, было холодно. В этом платье все, так называемые, безукоризненные страсти человеческой природы, человеческого тела, которые вошли в человеческую жизнь после того, как Господь оградил нас кожаными ризами. Дебилостью нашей плоти по выходу человечества из рая. Так что вот в таком образе сатана не может пристать. В повседневности сатана не может воплотиться. А в кажущемся образе человека, действительно призрачном, он явиться, конечно, может, чему неоднократно свидетели были разные святые отцы. А почему же не может? Апостол Петр говорит о сатане как человека-ненавистнике из кони. То есть с самого начала. Некоторые отцы считали, что Деница был ангелом-хранителем земли, то есть духом, который присматривал за землей. И страшно возмутился и позавидовал тому, что вот эта букашечка, вот эта пыль, глина, животное выше его. В своей перспективе, конечно. Ибо создан по образу Божьему. И, как говорит Иоанн Дамаскин преподобный, в потенциале должен перебрести подобие Божие. Сам Деница не мог иметь такого единства с Богом, как человек в своем потенциале. И позавидовав человеку, искусил его, показывая Богу, мол, смотри, твое любимое создание может идти против тебя, так же, как и я. И гордость, вторая причина падения сатаны. Так что соединиться с человеком, кого ты ненавидишь, это достаточно невозможное явление. Ибо с ним ты только борешься. И припомните, что человек до воскрешения Христа находился в полной власти сатаны. И его душа, и дух, и тело. И в земной жизни, и загробной. Все грешники, и праведники были в аду. Смысл сатане становиться по-настоящему человеком. Во-первых, и механизмов таких у него не было. Все-таки Бог только может что-то творить. И необходимость. Ну, пожалуй, все. Интересный вопрос, есть на чем подумать. Если есть какие-то дополнительные мысли на этот счет, можете написать в комментариях. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!